Здравствуйте, дорогие гости! Я вначале скажу несколько вводных слов, поскольку не все здесь уже бывали. Меня зовут Анна Рапопорт, я работаю в этом учреждении. Оно называется Академия постдипломного педагогического образования. И основная его задача – это повышение квадрификации учителей. Люди, которых вы здесь видите, это все учителя, педагоги, которые ходят по этажам. Тут одновременно много всяких мероприятий, конференции учителей на тематике, семинары учителей биологии. И так далее. А это помещение у нас называется выставочный зал. И сейчас здесь находится выставка передвижная. Она приехала к нам из Красноярска. До этого побывала в Москве, в Новосибирске, в Екатеринбурге и еще где-то. Теперь она до 21 апреля работает в Петербурге. Называется она «Разные войны». И вот здесь есть постер, на котором подробно перечислены его авторы. Авторами были историки, учителя из шести стран, которые входят в некоммерческую гражданский форум ЕС Россия. Это неправительственные организации. Группа исторической памяти просвещения. Которая создала группу рабочей исторической памяти просвещения. Историки из шести стран занимались тем, что они анализировали учебники истории своих стран на предмет того, как там представлена Вторая мировая война. И, соответственно, выставка состоит из шести частей, из двух частей. Каждая из них из шести тем. Вот эта часть по странам, то есть здесь то, что рассказывается о войне в учебниках России, Германии, Литвы, Польши, Чехии, Италии. А затем те же самые учебники, проанализированные уже в тематическом ракурсе. Что рассказывается о Холокосте, о Пакте Молопом Ревентропа, о памяти, о жертве войны. Уже вот из каждых учебников выбирались фрагменты, цитаты, которые сопоставлялись. Мы на этой выставке проводим много разных мероприятий. Здесь есть обзорные экскурсии каждую пятницу, есть занятия для педагогов. Вот я сегодня тут два провела для учителей музыки и географии. И мы по понедельникам проводим тематические семинары, которые мы постарались сделать так, чтобы темы, выбранные историками, легли на наш местный региональный контекст. Мы уже провели семинар по Холокосту Стен Ленинграда, по депортациям немцев. Это темы, которые есть в выставке. И сегодня мы взяли тему памяти. И мы хотим сегодня поговорить о том, как блокадная история сохраняется в Петербурге, в Ленинграде. Как она отражена в учебниках, если есть такая возможность. Мы немножко об этом поговорим в самом конце, наверное. И основную часть сегодняшнего семинара ведет Наталья Евгеньевна Соколовская, писатель, публикатор блокадных дневников. Я книжки пишу, и в каких-то текстах вот эта блокада, она всплывает. Хотя к этому прикасаться очень трудно, потому что я действительно занималась много изданием блокадных дневников, о чем расскажу. И в частности блокадным полным дневником Ольги Бергольц. И когда ты имеешь дело вот с этим материалом живым, да, с этой блокадой онлайн, которая происходит не в рассказах, спустя, там, да, мы должны понимать. Одно дело, когда рассказывает человек спустя 5 лет, 10, 15, есть люди, которые рассказывают спустя 70 лет. Это все разные совершенно рассказы и разные вещи, и о разном рассказывается уже все. Потому что память, конечно, этого ужаса хранить не в состоянии, он как-то замещается чем-то другим. А вот блокадные дневники – это такая трагедия онлайн, это совершенно вот эта неприкрытая и еще не отрефлексированная вот эта вот история. Так вот, писать что-либо художественное на эту тему, имея опыт общения с текстами дневников, это кажется почти невероятным. И все-таки в какой-то момент возникает желание как-то это осмыслить. Ну, кроме того, у меня три бабушки-блокадницы, двоюродная моя родная бабушка была в эвакуации с мамой, с тетей, и дед умер в блокаду. Поэтому тут еще присовокупляется вот такая вот память, и она оказывается с возрастом, вот это все оказывается важнее и важнее, и говорить начинает громче и громче. Я хочу вот с чего начать. Вот как эта память или вот это понимание, или это присутствие блокады продолжает существовать в городе, на совершенно недавнем, позавчерашнем, буквально примере вот этого марша в защиту Петербурга, где главный, может быть, а уже и не главный, а в ряду был опять Исаакиевский собор, публичная библиотека, Пулковская обсерватория, что, конечно, для нас это сразу сигналит, да, это мощный такой сразу сигнал, Пулковские высоты и рубеж обороны. Вот вы видите Марсово поле сейчас, и вы видите вот эти зенитки. И вот этот битинг проходил буквально вот в этом вот месте. И когда мы там все были, у меня все время вот это вот фоном, да, у меня это присутствовало понимание, что мы находимся вот здесь вот и сейчас. А на блокадах, которые там были против того, чтобы публичку сливали с этим, против того, чтобы с Акиевым, и против вот застройки там на Пулковских, да, все время всплывала блокадная тема. Защитим город, не отдадим, не отдали, значит, фашистам не отдадим теперь. То есть вот эта блокадная история продолжает работать и в новых поколениях людей, что очень важно. Очень важным моментом, конечно, было письмо, вот мне просто интересно, кто-то из вас, потому что у нас ведь теперь информация интересна поступает, да, кто в Фейсбуке общается, они имеют доступ к информации, там, которой, например, нет у тех, кто потребляет информацию первых каналов, да. Но вот про письмо трех блокадниц кто-то из вас слышал, знает, да? Да? Нет? Нет? Я на вас просто смотрю. Вы мне не хотите отвечать в принципе? Да. Вот. Мне просто важно понимать, работает это или нет, потому что действительно, там, какого числа, то, что это было, 18-го, значит, 16-го, наверное, не помню, позвонила мне Людмила Леонидовна Ильишова, которая 95 лет и, которая блокадник, и ее родная сестра была научительницей литературы, и моя судьба во многом сложилась благодаря вот этой Марксине Леонидовне Ильишовой, учителю литературы, и говорит, что вот она написала письмо, значит, и она хочет, чтобы это было известно городу, и таким образом оно стало известно городу, подписали еще три блокадницы, Вера Рогова, которая 96 лет, и которая была организатором во Фрунзенском районе детского дома, и Вера Викторовна Сомина, которая до 39-го года рождения, которая ребенком всю блокаду провела здесь, и которая, что интересно, дочь Нины Нониной, одного из первых блокадных экскурсоводов, того первого музея блокады и обороны, и она сестра родная Владимира Нонина, которому Ольга Бербольц посвятила свою поэму памяти защитников, то есть вот таким образом в нашем городе все продолжает жить, рифмоваться, и все взаимосвязано, что удивительно. Вы видите Троицкий мост, бывший мост Кирова, который ведет на Петроградскую сторону, где, собственно говоря, на Большой Пушкарской улице, угол Большой Пушкарской и Кронверской 13 февраля 1942 года погиб от истощения мой дед, и где жили мои бабушки. В этот же день, после вот этого марша, я была в Малом зале филармонии, просто к чему я это рассказываю, в Малом зале филармонии, где исполняли, в частности, одну из последних уже предсмертных сонат Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Значит, как мы понимаем, рядом находится Большой зал филармонии, где 9 августа 1942 года было первое исполнение 7-й ленинградской блокады симфонии Шостаковича. Дальше мы опять возвращаемся на Петроградскую сторону, потому что Дмитрий Дмитриевич Шостакович жил на третьем этаже первого подъезда в квартире номер 5, дома на Большой Пушкарской, а бабушки мои жили в том же подъезде на 12, в квартире номер 12, на пятом, на шестом этаже того же самого подъезда. То есть вот так вот все рифмуется. Это к чему я вам рассказываю. Мне кажется, что история, любая, любая история, что когда о ней рассказываешь через какой-то личный опыт, а даже не важно, если ты молодой человек, этот личный опыт у тебя есть, потому что у тебя есть родители, у тебя есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, и без сомнения всегда можно найти какую-то вот эту ниточку, которая, размотавшись, даст вот такую вот картину, и ты окажешься практически в середине вот этой блокадной трагедии, находясь в сегодняшнем времени. Значит, по поводу, еще один момент я упустила, по поводу малого зала филармонии. Значит, я буду показывать фрагментик маленький из фильма Сергея Ларенкова, блокадный альбом, и вы там увидите это здание филармонии, разрушенное бомбой. Я не знаю, видел ли кто-то из вас, гуляющий в интернете, такой ролик, это, значит, руководители одной медиашколы, даже не ставила себе задачи запоминать этот номер и их фамилию, потому что, значит, они обучают детей, и родители, понятно, с радостью ведут, значит, деток они обучают, как сказать, каким-то основам медийного такого мастерства, вести какие-то там передачи, эфиры и все такое прочее. И вот, значит, в январе они решили это сделать на примере блокады. Как они говорят, это не связано никак, как было вот с датами, да, в 17-27 мая, а вот просто они решили. И, честно говоря, этот ролик, почему я сейчас вспомнила малый зал, значит, как это выглядит, значит, что-то вроде студии изображено, и сидят милые такие, наверное, лет 15-14, может быть, девочка с такими подведенными ресницами, белый верх, темный низ, и молодой человек. И они абсолютно вот в режиме, в режиме там новостей НТВ, в очень таком, очень таком нахрапистом темпе, они, значит, рассказывают блокадные новости. Следующим образом, значит, когда они показывают отрывочек из вот этого знаменитого там фильма «Лозница», но это без лозницы эти отрывки можно видеть там в интернете, когда какие-то ленинградки, замотанные там в одежду, падая, падая, спотыкаясь на льду, берут воду из проруби в Неве, они говорят о том, что в Ленинграде осуществляется лов рыбы, и ленинградцы получат, значит, рыбу в рацион. Значит, когда вот в как раз этот малый зал филармонии показан, и вот бомба попала, было прямое попадание, там прямо вся середина, где вход в как раз, она вся обрушена, они, значит, радостно сообщают, что жертв нет. Причем тут же вот на смартфоне они там показывают, вот новость, это сейчас случилось, это, тут же сообщается, что в Ленинград доставлено несколько тонн молочки, дословно. Значит, тут же сообщается, что где-то прошел концерт, тут же Седьмая симфония, все это в новости одного дня. Такой, значит, бешеный позитив. Даже вот в этом прямом попадании в здание, они не применули упомянуть, что жертв нет. То есть остается впечатление, что это такой был удивительный, заколдованный город, где не было ни одной жертвы, а, значит, люди сплошь сопротивлялись и прекрасно себя чувствовали, потребляя рыбу и молочку, значит, к столу. Значит, в этом ролике ни разу не было сказано слово смерть и в этом ролике не было ни одного грамма сострадания. Вообще это там было никак не предусмотрено. Значит, хотя эти организаторы этого всего дела, их наставники, сказали, что они читали блокадную книгу, что они смотрели «Лазницы», что они смотрели фильм «Замечательный», всем рекомендую, Екатерина Гордеевой. «Голоса» у нас не представляет. Да, «Голоса». Это очень такая четкая, тонкая работа, где прекрасная работа вот с дневниками. Они говорят, что они все это смотрели, следов этого нет абсолютно. Понимаете, значит, одна американская писательница-сценаристка, Майя Энджела, она сказала такую фразу, красивую. Люди забудут, что вы сказали, люди забудут, что вы сделали, но люди никогда не забудут, что вы заставили их чувствовать. Или что вы заставили их чувствовать. Или что вы заставили их чувствовать. Можно ударение ставить где угодно. Так вот, наверное, когда общаешься с этими детьми, которым надо что-то рассказать, Надо вот как-то стараться через какое-то эмоциональное пробиться. Жалко, что вы уже не слышали того, о чем было рассказано, но ладно. Как это можно в частности сделать? Как мне кажется. Я не один раз, у меня опыт преподавания был один раз в полгода, где-то в 1994, наверное, год. Единственное, чем я горжусь, что после этого полугода преподавания, это была вынужденная абсолютная история, потому что, конечно, это нельзя, это очень тяжелая профессия. И так вышло, что я литературу преподавала полгода. Правда, потом они в течение года еще ко мне ездили, эти дети, и мы на другой конец города, и мы разговаривали. Поэтому я никак не могу, я к чему, я никак не могу учить, и нет у меня совершенно такого даже помысла такого. Но вот я думаю, что я бы сделала. Ну, там, во-первых, существуют книги, вышедшие еще, если вы наберете книги о блокаде, то в интернете выскочит много замечательных книг. Значит, из более-менее такого последнего, мне кажется, можно использовать книгу Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает». Эта книга в Ленин-издате выпущена, мне кажется, это интересно. Вот я вам покажу книгу, которой, наверное, уже нигде нет, как я думаю. Эта книга, которую делала Любовь Борисовна Береговая, она называется «Дыхание Клио». Но я думаю, она не стала бы возражать, если кому-то будет интересно. Она создатель Народного музея, посвященный дошкольному воспитанию, вот этой работе с детьми в блокадном Ленинграде. И она сделала вот такую вот книжку, где, мне кажется, очень интересно, через экспонаты рассказывается о истории блокады. И мне кажется, что это работает. Там, плюшевый мишка, там, вот этот вот тюльпан-репродуктор, или вот тарелка вот такая вот, так, что буржуйка-коптилка. Вот через это рассказывается. Мне кажется, что это продуктивная история. Значит, если будет интересно, кому-то я потом смогу просто этот файл скинуть. Ну, вот, например, в частности, последняя книга, которая уже наделала много шума, это книга Юлии Яковлевой «Краденный город». Я думаю, что это очень интересный опыт, хотя это очень нагруженная книга, потому что Юлия Яковлева, она без, так сказать, без прикрас рассказывает историю не только блокадную, но она продолжает из первой своей книжки «Дети ворона» историю НКВД и работу НКВД в блокадном городе. И тут я, конечно, не могу никак не вспомнить Ольгу Бергольц, которой я потом прочитаю какие-то фрагменты, которая писала в своем дневнике очень много именно о работе НКВД, которая как тила, НКВД, которая организация как тящая, город фактически наравне с фашистами. Так это воспринималось, по крайней мере, многими ленинградцами. Когда говорят, что эти книги, вообще вот книги, рассказывающие детям о блокаде, например, надо там проверять, в частности, у психологов детских, наверное, это правильно, может быть, не знаю. Но, мне кажется, в первую очередь нужно проверять у психологов то, что дети видят, несущиеся с экранов телевизоров. Главная опасность, безусловно, и главная деформация детской психики, безусловно, находится там. Причем деформация и в медицинском плане, и в нравственном. Поэтому вот об этом стоит не забывать, когда мы говорим о блокаде. Значит, если бы я, опять же, возвращаясь к тому, если бы я пробовала, пыталась бы разговаривать с детьми, со старшеклассниками, наверное, все-таки о блокаде, что бы я взяла? Я бы взяла дневники, дневники детей. Как-то неудивительно, у нас есть вышедшие дневники, которые написаны детьми. 16-летняя Лена Мухина, которая жила вот здесь, на Звенигородской, в доме 26, которая описывает свои вот хождения, в частности, вот по этой улице, на которой находится вот это здание, которая сидит в садике напротив своего дома, который сохранился, и которая оставила совершенно удивительный документ. Мы его готовили к печати совместно с Сергеем Яровым и сотрудниками Института истории РАН. Как и все книги, блокадные дневники, это невозможно делать. Там некоторые издатели утверждают, что можно все это делать без комментариев. Это ерунда. Должны быть научные статьи, должны быть комментарии. Потому что там, например, когда кто-то пишет, что я не могу сидеть, мне трудно сидеть, то надо, да, все понимают, почему блокадному человеку трудно сидеть. Да, молодежь понимает, почему блокадный? Да? Нет? Вот. Поэтому нужен комментарий. Сидеть трудно потому, что, например, это один маленький, я привожу просто пример, сидеть трудно потому, что человек истощал настолько, что он сидит не на мягкой пятой точке, а сидит ровно на своих костях, которые упираются в стул. Поэтому подкладывали подушки, потому что сидеть реально было просто больно. Значит, комментарии нужны хотя бы по этому. Комментарии нужны все, значит, особенно в воспоминаниях. Например, все пишут, 8 числа началась блокада. Дело в том, что ленинградцы, никто не знал, что началась блокада, потому что о том, что кольцо сомкнулось, людям было сообщено исключительно на годовщину, это было сообщено в ноябре уже, на октябрьскую годовщину, сообщать о том, что кольцо уже сомкнуто, боялись даже Сталину. А ленинградцы, они все прекрасно понимали и чувствовали, это видно по дневникам. Но узнали они об этом из сообщения командующего фронтом, в начале ноября месяца, и это тоже вот такие вот вещи, все надо комментировать. То есть это ни воспоминания, ни дневники, нельзя публиковать без комментариев. Значит, этот дневник Лены Мухиной, совершенно потрясающий документ. Его за эти вот несколько лет, 4 или 5, 4 года, с тех пор, как он вышел, его перевели на несколько языков, на итальянский, на немецкий, на польский, по-моему, на чешский. И вот об этой девочке, судьбы, которую мы не знали, начиная работать с дневником, а потом мы нашли ее родственников, которые живут в Москве, и эта история распуталась как клубок, я бы, конечно, обязательно бы взяла, и я прочитаю потом кое-какие выдержки из ее дневника, и об этом бы, безусловно, говорила. 16-летний Боря Капранов, я потом, я вам даже вот сейчас просто его покажу, он, мы даже его, да, плохо видно, да, немножко что-то мешает свет или ничего. Вот мы даже его лицо вывели здесь на обложку, тоже 16-летний мальчик, он умер в январе месяце, дневник его совершенно простой, не такой сложный, как у Лены Мухиной, но совершенно отчаянный. Кроме всего прочего, он был очень талантливый, потому что в дневнике сохранились его рисунки. Вот эта вот потребность детей, я не говорю о старшем поколении, потребность детей в блокаду, вот в этой духовной жизни, она совершенно невероятна, и она совершенно не уступает вот этому поиску взрослых, для которых одной из главных задач было через вот это приобщение, ну, приобщение, слово дурацкое, противное, но вот чувствование себя вот в этом искусстве, да, чувствовать себя в жизни, потому что и это вот видение дневника, и это записано у многих, да, что вот эти чернила и вот эта вот страница или карандаш, потому что чернила или не было, или они замерзали, это возможность оставаться в поле человеческом, в поле какого-то привычного мирного занятия, потому что, если вы читали блокадную книгу, то там эта мысль проходит тоже красной нитью. Одной из главных задач блокадных людей было остаться людьми, не дать себе расчеловечиться, не дать себе вот этому торжествующему зверю, который кричит «хочу выжить, хочу жить любой ценой, любой ценой», что страшно, и вот этому блокадники ужасались в себе в первую очередь, да, когда они понимали, что, и это тоже во всех дневниках сквозит у старших, когда они понимали, кстати, у Лены Муфиной тоже, когда они понимали, что они становятся животным, которое может думать только о еде, а это понятно, это понятно, потому что голод сводил с ума, и как они стараются вернуться вот в это поле, в очеловечивание, да, в поле, где они будут опять чувствовать себя божьими созданиями. Вот об этом писал Олеся Домович, когда вот в последнем варианте блокадной книги, он сейчас переиздан, имейте в виду, его можно сейчас купить, другая обложка, другое издательство, а вот наше выглядело так, он, мы привели его дневник, и он писал о том, потом зацеплю глазом, прочитаю, что урок блокады так и не выучен, что главного, то, что принесла блокада, и что мы могли бы использовать в нашей жизни, и послевоенные, и теперешние, оно так и не использовано. И вот, кстати говоря, хороший тоже вопрос, почему? Почему блокадная книга Романов, понятно, он ее запрещал здесь публиковать, она была впервые, кстати говоря, в Москве в 1984 году опубликована, и отрывки публиковались с дикой цензурной правкой, с дикой цензурной правкой в Москве тоже. Почему Ленинградский музей блокады и обороны был фактически первой жертвой ленинградского дела? Потому что Маленков приезжал с линейкой и замерял портрет Сталина больше, меньше, и вообще, почему Ленинград выпячивает свою такую особую роль? И чтобы не забывались, да, музей блокады и обороны был фактически первой жертвой ленинградского дела. Потом Верхушка Ленинградская, которая здесь так или иначе, сейчас мы не оцениваем действия, но была здесь в городе в блокаду, они все были практически расстреляны. Почему музей блокады и обороны не был восстановлен вплоть до 1989 года? Почему, когда его восстановили в 1989 году, он стал занимать только какую-то там 10-ю, 6-ю, там, я не знаю, часть площадей, которая была. Почему? Да потому что экспонанты были отчасти уничтожены, отчасти рассортированы по другим музеям. И там огромные залы, в которых... Это фактически был интерактив, то, что сейчас, да, когда самолеты висели в этих залах, когда, ну, вот в этой книге «Ленинградцы», которая как раз сделана, вот где Боря Капранов, которая была сделана по мотивам... по дневникам, хранящим тебя в музее блокады и обороны, там есть история музея, да, и мы понимаем, что в городе так и не возник музей обороны и блокады, да, достойность, так можно сказать, или соответствующий вот той поистине библейской трагедии, которая здесь происходила. Более того, его нет и сейчас. Власти только говорят о том, что мы хотим сделать, мы сделаем, деньги отпущены, деньги не отпущены, будем сделать там, будем сделать тут. А задайтесь вопросом, почему его нет? Почему? Ведь мы понимаем, когда мы хотим построить «Зенит-арену», мы туда вколотим миллиарды рублей, но мы ее, значит, сделаем, не мытьем, так катанем на наши налоги или там еще, значит, какие-то деньги, не знаю, да? Но почему нет у нас вот этого музея? Значит, это не нужно? Значит, это почему-то, почему-то кто-то не хочет, нет воли для того, чтобы, почему нет воли? Давайте думать об этом, почему нет воли? Наверное, потому что из этих самых блокадных дневников мы начинаем понимать, ну, собственно, не только из блокадных дневников, мы можем взять замечательный двухтомник, недавно вышедший мизерным тиражом, мизерным, на деньги автора и на деньги университета Геннадия Леонтьевича Соболева, блистательного специалиста, эксперта из самого блокадника, Ленинград в борьбе за выживание 1941-1944 годы, где все приведено с документами и тоже с отрывками из дневниками, и это серьезная работа историка. И мы понимаем, что, наверное, будет вылезать какая-то такая правда, которая неудобна и которая не вписывается в парадигму и в то изображение отечественной истории, которое нам сейчас пытается изобразить Министерство образования и Министерство культуры. Говоря опять о дневниках детей, ну, конечно, тот, кто читал блокадную книгу, тот помнит вот этот совершенно невероятный селый дневник Юрия Рябинкина. Кто читал блокадную книгу здесь присутствующих? Да. Вот. Значит, дневник Юрия Рябинкина, 16-летнего мальчика, когда Гранин обратился к властям города, по-моему, еще к советским, а нет, и раз книжка после, ну, наверное, уже так, на излете там перестройка, а может быть, даже уже начало 90-х, с просьбой назвать одну из улиц города именем Юрия Рябинкина, значит, Мост Кадырова у нас есть, улицы Юрия Рябинкина у нас нет. Тем не менее, это один тоже из сильнейших документов блокады. И еще почему? Потому что этот шестилетний мальчишка оставил документ, свидетельствующий о какой-то невероятной работе совести в ребенке, в мальчике. Работе совести, о которой совершенно не лишне будет узнать и современным его сверстникам. И когда этот мальчик терзается тем, что, неся вот этот блокадный, блокадную вот эту вот пайку из магазина, он там довесочек вот этот вот съедает, или когда он кается, что он не удержался, и соседка, работающая где, остается только догадываться, варит супы на спине, на плите общей кухни, и этот запах доносится там по всей квартире, и этот запах сводит подростку пубертатного возраста с ума, и он рассказывает, как он там не удержался, там то ли ложку там этого супа собравал, и как он потом терзается этим. Понимаете, после этого, ну просто жить не хочется, это кажется совершенно вот невозможным. И мне кажется, что это дневник, который реально надо читать, и читать детям. Значит, вот в этом, вот в этой книжке, которую я вам показывала, в Ленинградце, есть дневник Константина Масолова, я вот ударение не поняла. Значит, он ведет этот дневник, мы факсимильно перевели его, потому что это невероятный тоже документ. Он со своим мальчиком, сыном, но ребенок дошкольник, по крайней мере, там точно. Значит, и он, правда, начал, надо понимать, он начал вести уже в 43-м году, хотя, надо сказать, вот это самое смертное время, начавшись, можно сказать, с последнего понижения 20-го, 22-го, сейчас выскочила, ноября, 20-е, наверное, последнее понижение карточных норм до 25-ти грамм, можно считать, началом смертного времени. Оно совсем не закончилось летом 42-го, оно для многих продолжалось, как мы видим, по дневникам и до 43-го, но, тем не менее, этот дневник папа с сыном удивительный начали вести все-таки в 43-м году, когда было чуть-чуть легче, и тем фантастомогоричнее воспринимается запись, например, когда он пишет, что мама пошла в кино, а они там сидят, и начался обстрел. То есть, действительно, понимаете, жизнь в городе в 42-м, 41-й, 43-й год, она была удивительной, еще кольцо, вот только прорвали, да, 18-е, 43-го года, оно только прорвано, узенько это, да, и совсем это не значит, что все как-то стало быстро налаживаться, нет, но люди ходят в театры, кто может, кто не умер, кто таскает ноги, люди ходят в кино, и при этом, да, возвращаясь домой, думают, куда в случае обстрела им вильнуть, то есть, ощущение какой-то фантастической, нереальной жизни. Так вот этот дневник, на самом деле, кому будет интересно, я тоже могу присылать этот файл, да, с удивительными, вот как папа выглядел до войны, и как он стал выглядеть рядом, во время войны, буквально там, через несколько месяцев. Тут еще совершенно поразительные рисунки с подписями, кто в какой квартире, сколько людей умерло, как грузят покойников, в машины, бомбоубежище, кухня, бомбоубежище, то есть, мне кажется, что это можно, даже не только, но это даже с младшеклассниками, наверное, наверное, это можно все-таки работать с этим текстом. И в этой же книге, в этой же книге, есть, это единственный не дневник, это единственное воспоминание. Вот вы видите эту вот девочку, это фантастическое, совершенно лицо, глаза ребенка, пережившего блокаду. Это уже послеблокадная фотография, значит, а эта девочка, она уже воспоминания оставляла, конечно, после войны, но они, знаете, они удивительно написаны, удивительно, потому что воспоминание, это уже рефлексия, и там видно, что это совершенно другой материал, не дневник, но ее воспоминания как бы очищены от какой-то рефлексии, и она как будто вот в таком галлюционогенном состоянии находится, и она записывает все, что происходило с ней и с ее матерью. Девочке тогда было 13 лет, мне кажется, вот ее мама, причем, посмотрите, вот это блокадная фотография, а это фотографии 70-е годы, и непонятно, где женщина выглядит старше на самом деле, а вот эта сама Зинаида Кустенцова уже вот сколько там, 13-й год, значит, 4 года назад. Вот. Значит, вот я назвала по крайней мере 3-4 материала, даже не 4, даже больше, да, с которыми, в общем, наверное, можно работать. Вот. Что я вам хочу прочитать? Значит, я хочу, да, сначала покажу. Ну, вот эту блокадную книгу вы увидели, кроме, еще раз показываю, кроме того, в эту книгу включены новые материалы, в частности, вот эта самая история о блокадных ромовых бабах, конечно, которые, конечно же, пеклись, и, конечно же, употреблялись определенной прослойкой населения, хотя, хотя в некоторых дневниках мы, например, встречаем, что в Новый год, когда ходили, опять же, те, кто мог ходить на какие-то, дети в частности, на какие-то новогодние мероприятия или в театр, то в буфетах продавали пирожные, значит, за приличные очень деньги, но действительно в буфетах были пирожные, и тот, кто мог, тот мог там купить. Так что, значит, этот цех блокадный, и здесь приведены фотографии, о них в интернете можно увидеть, это все ни разу не подделки, эти все фотографии хранятся в нашем архиве кинофотодокументов рядом со Смольным, так что просто это правда, которую, значит, некоторые восприняли очень, так сказать, воинственно, в частности, значит, наш министр Мединский, который Граднин там фактически в пылу, в пылу, в жару на эфи Москвы там во вранье обвинил, потом звонил, извинялся, на что ему Граднин сказал, вы обвинили меня во вранье в эфире, а извиняетесь по телефону. В общем, вот, значит, эти материалы, ну и повторяю удивительные фрагменты из дневника Олеся Адамовича, которая подготовила к публикации его дочь, которая живет в Беларуси, Наташа Адамовича. Но я хотела бы просто почитать вам кусочки из дневников, в частности, здесь, из детских дневников. Что меня поразило? Я, вот тут я их, как бы, собрала совершенно прицельно, потому что меня вот что поразило, насколько дневники детей, 16-летних, подчеркиваю, иногда перекликаются с дневником взрослого человека, причем не просто взрослого человека, а совершенно человека неординарного, Ольги Бергольц, которая вела, вот они, это все вот одновременно происходит, да, вот сидит, где-то там, замерзая, пишет один. Второй, опять для них это способ, во-первых, все, вы понимаете, с нами происходит, все, с нами происходит такое, такое, чему не поверят, вот это их всех очень, очень их всех это пугало, что им не поверят, и что ужасное случилось сразу после войны, вернусь, мы знаем, что память блокадную начали корректировать, еще когда блокада не закончилась, фактически, в 44-м году уже Ольги Бергольц там ставят на вид, вот не надо и Вере Инберг, кстати, не надо там сильно там этого страдания, уже хватит, уже мы там у нас уже победы, мы уже вот немецкий гоним, давайте теперь сосредоточимся, вот как в этих новостях, типа, значит, на позитиве больше. Блокадникам как-то очень быстро объяснили, что их блокадная память, в общем, особенно в том виде, в котором она у них есть, никому не нужна. И вот о чем многие говорят, вот совсем недавно была какая-то встреча с блокадными людьми, которые говорили о том, что мы молчащие поколения, нам не дали говорить. И, понимаете, ведь как бесчеловечно получилось, ведь этим людям нужна была колоссальная, вообще-то говоря, психотерапевтическая помощь, да, как, может быть, это и было бы в нормальном обществе, но люди остались с этой своей дикой травмой до конца своей жизни. Ведь многие, что говорили, когда Градин Садомовичем пошли собирать эту блокадную книгу, многие блокадники просто не хотели с ними выходить на контакт. Они говорили, нам это не надо, нас даже собственные дети и внуки не хотят и не расспрашивают об этом. Тоже можно понять, потому что это такой ужас, я скажу честно, вот я начала готовиться к сегодняшней встрече, я поняла, что я не хочу, абсолютно не хочу, потому что, когда я начинаю все это читать и перечитывать, я понимаю, что это такой ужас, что это вот, читаешь это и как с ледяной круче глаз вот так соскальзывает, и это в общем такое как бы самосохранение, потому что воспринимать это в общем невозможно, очень тяжело. Наверное, дети и внуки не хотели, эти блокадники оставались, вот мои три бабушки. Я помню, что я их терзала, но мне сколько лет тогда было, там 10, 12, 13, пусть даже 15, а потом уже было метод того, и я уехала, и как-то, а они сидят, и я вижу, как одна из них, ой, господи, да брось ты, да что тебе это, а самая младшая Мария смеется там и говорит, ну, Наташка, ну вот опять ты со своей блокадой пристаешь, вспоминают там какие-то вещи, да, ну как умерла вот старшая Александра дочь, уже черный понос начался, кровавый понос, это все значит смерть, умерла, как в их квартире была какая-то, значит, соседка по фамилии Пшеничная, что она сотрудничает, на это никто внимания не обращал, потому что она там понятно, что там где-то стучит, неважно, важное было то, что там какому-то из умирающих детей соседских она достала рыбежир, и благодаря этому рыбежиру там мальчик спасся, да, они мне никогда не рассказывали, как они хоронили моего деда, я смогла это восстановить, и вообще как, да, когда ко мне приехала моя подруга московская, писатель, кстати, и журналист, человек неглупый, я говорю, слушай, а вот как ты думаешь, вот как вот, как люди нуждут там, справлялись, шестой этаж, или как там то все, пятое и десятое, я понимаю, что человек первый раз стал перед этим вопросом, она не понимает, как, да, но мы-то должны понимать, что в ноябре месяце все туалеты были заколочены, что воды не было, и что все лестницы были, и подвалы, и все это было, в общем, превращено, и вот как по этой лестнице шестого этажа, обледеневшей, в частотах, спускать там саночки или что-то с покойником, это тоже становится понятным из блокадных дневников или из блокадных рисунков, как технически, простите, можно было это так, там, веревками обвязать, тут придерживать снизу, чтобы это все не падало, там, шваброй, чтобы не скользило, а сверху придерживать на себе, там, на это, и как с шестого этажа, например, спустить саночки с покойником, чтобы потом везти его, например, серафимовское кладбище, и вообще, вот эта тема, тема похорон была одна из самых мучительных для ленинградцев, потому что они не могли хоронить своих покойников, не могли, потому что не было сил, не было денег или хлеба, на которые можно было это хоронить, и покойники, как вы знаете, зачастую лежали в соседних комнатах, ну, было настолько холодно, что, может, они могли лежать там неделю, две, если надо было, наверное, и месяц, и это было темой, это во всех дневниках, вот эта тема, невозможности правильно и нормально похоронить, это, конечно, совершенно страшно, вот, куда я уже отлетела, и что я вам хотела показать, пока у меня мысль гуляла в разные стороны, ну, вот эту книжку, вот так она выглядит, сейчас вышло переиздание, и она выглядит, вот этот плакатный дневник Лены Мухиной, это выглядит сейчас по-другому, значит, сейчас, 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 вот, я просто хочу, чтобы вы увидели просто эти, хоть что-то видно, да, это маленькая Лена, там мама была больна, ее воспитывала тетушка, которую вот вы здесь, вы видите, вообще она из такой удивительной семьи, вот это, вот это, как бы сказать, не за кем она была в их доме, это Ака, которая умирает как раз в блокаду, Лена описывает ее, это ее тоже, тетя, а вот это ее подруга, которая несколько лет еще была жива, это ее класс, и вот если вы увидите, вот Лена Мухина, видно, да, крестиками я навожу, а вот она смотрит на мальчика, в которого она была влюблена, и о котором она много в дневнике пишет, вот этот мальчик, а вот подруга, вот, будет интересно, пришлю, вот это тоже очень интересный дневник человека, что поразительно, два слова только скажу, дневник Льва Маргулиса, совершенно случайно попал в руки этот дневник, и тоже мы мало что знали об этом человеке, но поскольку профессиональные историки занимались публикацией, подготовкой, узнали очень много, это Лев Маргулис, скрипач, который ни больше, ни меньше принимал участие в исполнении Северной Тимфонии Шостаковича 9 августа 1942 года, и жизнь радиокомитета здесь поразительна, что он и Ольга Бергольц одновременно находились в этом здании радиокомитета, Домрадио у нас, на итальянской, и вели дневник одновременно, и в общем, может быть, даже не очень зная друг о друге, и это как-то удивительно дополняет друг друга, что поразительно, когда уже было принято в Смольном решение и в радиокомитете уже знали об исполнении Северной Тимфонии Шостаковича, он, конечно, принимает участие в репетициях, в подготовке, принимает участие в репетиции, в подготовке, и удивительно другое, что ни разу в дневнике он не пишет о том, какую симфонию они собираются исполнять, то есть вот та медийная, то, что мы сейчас называем история СМИ, раскрученная, совершенно правильно, умирающий город, и вдруг тут тебе вот эти музыканты полуживые, надевшие под костюмы все, что можно, чтобы заполнить костюм, потому что худые были, музыканты, у которых там зрители, кто-то тоже осталось воспоминание, видно, что вот это вот нижнее теплое белье торчит, и никто из них, не он один только из оркестрантов вел дневник, они не пишут о том, в каком грандиозном событии они принимают участие, оказывается, что им это не важно, им гораздо важнее было выжать в эту зиму, продолжать репетировать, и может быть даже то, что им, вот тем, которые были выбраны для этих репетиций, конечно, паек был увеличен, и это было очень существенно и очень важно. Кстати говоря, немногие знают, по крайней мере, москвичи, но присутствующие, даже молодежь, наверное, знают все, что хлеб вовсе не выдавался по карточкам, а что он продавался за деньги, то есть если у тебя не было карточки, но были деньги, то ты хлеб не получаешь, если были деньги, но нет карточки, ты его опять не получаешь, а если ты, например, не заплатил квартплату, которую исправно приходилось людям платить, то тебе не подписывают документы к эвакуации, вот, что тоже, мне кажется, крайне интересно, имея в виду отношения к людям и к городу, значит, вот это, сейчас я покажу, а потом уже почитаю какие-то отрывки, вот это совершенно удивительная книга, может быть, на озоне ее и можно еще достать, вот, вот те вот слова апостола Павла, они вдруг для меня наполнились не таким умозрительным смыслом, а совершенно очевидным, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, потому, потому что ни один человек, который вошел в блокаду, вот одним, он не вышел, не вышел из него тем, каким он входил, это было, это было как перерождение какое-то на каком-то совершенно, вот космическом, каком-то, я не знаю, там, сакральном уровне, значит, здесь собраны дневники трех ленинградок, две из них верующие, особенно вторая, вот кусочки из дневника Веры Берхмана, я вам прочитаю, и вы тогда поймете, какая, какая духовная работа проходила в этих блокадах, о блокадных людях, а просто одни, может быть, могли о ней вот так сказать, потому что был человек литературный, явно, конечно, очень одаренный, а кто-то так и не мог это сказать, и повторяю, так и не смог сказать даже после блокады, потому что истинное знание о блокаде, в общем, мало кому было нужно, и вот сюда мы вынесли цитату, все эти люди, почти все, которые умерли, они до самой смерти, до последнего вздоха своего поднимали и подняли знамя духа над плотью. Это могло бы показаться патетической фразой в духе тех, что ленинградцы герои, кстати, они все пишут, и Бергольц, и вот Вера Берхман, и все, что никакие мы не герои, мы это слово к себе не принимаем, потому что это была вынужденная жизнь, вынужденное геройство, и вынужденное, вот это вот все, в вынужденных обстоятельствах. Вот, но тем не менее, знамя духа над плотью, они действительно подняли, и то есть, вот что здесь произошло, торжество, торжество человеческого над, над низменным, и вот это самый, может быть, наверное, главный урок блокады. Давайте сейчас я вам, мы посмотрим сейчас маленький фрагментик из фильма Сергея Ларенкова, вот удивительный тоже подвижник, познакомились, мы издали его альбом в Лен-Издате тогда, блокада, эффект присутствия называется, ой, не блокада, война, эффект присутствия, он удивительный, он вообще лоцам, он у него глаз-алмаз, и он, значит, что делал? Он совмещал, например, блокадные или военные фотографии, он находил точку, с которой фотографировалась, делалась фотография старая, и он это совмещал, и получился совершенно невероятный, на мой взгляд, эффект. У него есть такие фотографии, сделанные в Берлине, в Париже, в Праге, в Севастополе, в Киеве, и это можно найти его сайт, и мне кажется, тоже какое-то удивительное, совершенно, если так можно сказать, если так можно сказать, наглядное пособие. Севастополе, в Париже, Севастополе Севастополею Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Видимо, вот это начинает возвращаться к этому и переживать. Она вспоминает, как мать тебя вела, как она ее усаживала, как она ее сажала на горшок, как она ей помогала закидывать ноги. И как она потом приспосабливается к этой жизни без матери и без вот этой вот Аки, их вот родственники, фактически, которая у них жила, и смерти которой эта Лена желала внутренне, потому что видела и муку этой, и думала про карточки, которые могут освободиться, и потом сама себя за это невероятно корила. Юра Рибинкин пишет, ноябрь 41-го, засыпая каждый день, вижу во сне хлеб, масло, пироги и картошку. Да еще перед сном мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба. Каждый прожитый мною день приближает меня к самоубийству. 16-летний мальчик, действительно выхода нет, голод, страшный голод, опять замолклостью об эвакуации. Я чувствую, знаю, что вот предложи мне кто-нибудь яду, и я этим воспользуюсь. Лена Муфина. Завтра траурная дата, годовщина со дня смерти Ленина. Все упорно верит слухам, что завтра будет прибавка хлеба в связи. Говорят, что нам завтра прибавят хлеб, говорят, что нам выдадут масло, говорят, что мы самое тяжелое время пережили, а на стол с позади, что теперь будет легче, говорят, что нам дадут много продуктов, говорят, что мы все получим санаторный паек, говорят, говорят без конца, не знаешь, верить или нет. Хочется верить, очень хочется. Мы все так устали, так истерпелись, что прямо жить тошно становится. Значит, Лена Муфина. «Нет, никогда не забыть 21 ноября 1945 года. Всю жизнь буду помнить я этот день. 21 ноября 1942 года, если я буду еще жива, я вспомню, отрезая огромный ломоть черного хлеба и мажу его толстым слоем масла. Я вспомню этот день таким, каким он был год тому назад, в 1941 году. Она это вспоминает, значит, уже 1942 год. «Этот толстый ломоть хлеба с маслом будет для меня роскошней всех деликатесов, всех вкусных вещей вместе взятых, всех пирожных, всех тортов. О, Боже, с каким удовольствием я буду откусывать и жевать этот хлеб. Хлеб, настоящий хлеб». 29 августа. Возвращаюсь туда. «Немцы заняли Днепропетровск, говорят, они подходят к Гатчине. У нас в городе строится ДОТа, Ленинград превращается в крепость. Как бы я хотела иметь любимого, чтобы в это грозное время мы дали друг другу клятвы, что если останемся живы, через несколько лет соединим свои жизни. Всегда». Октябрь. Ленинград окружен, враг окружает Москву, немец под толой, занята вся Украина, США нам помогает оружием и продовольствием. Что будет дальше, неизвестно. Но что бы то ни было, я хочу жить, и пока я живу, я хочу любить. А кого, это мы еще посмотрим. Может быть, вот в этом новом классе, среди новых мальчишек, сидит мой будущий друг. Они начинают учиться все-таки осенью. А дальше вот тоже удивительная запись. В марте 42-го года она пишет, как она обустроит свою комнату, где уже нет ни Аки, ни Мамы, никого. Там будут различные комнатные растения, герань, и лилии, и разные другие. А над всем этим будут висеть просторные клетки с моими любимцами-пташками. Тут будут и сники, и речижек, и щечетка, и канарейка, и обыкновенные воробьи. Я буду стараться приучить их к себе, чтобы они стали совсем ручными. Дальше удивительная фраза. «Никакой кошки или собаки мне не надо». Почему? Потому что она прекрасно помнит, как они ели эту кошачью шкурку, и как ей все время хотелось эту кошку, и как они все время обсуждали, что нужно достать эту кошку. Все свое чувство привязанности, какое было у меня к моей маме и Аке, я переложу на моих маленьких жильцов, вот этих птичек, и цветы. Их привязанность ко мне должна заменить мне утерянную материнскую ласку и любовь. А дальше она пишет, удивительно, я не знаю, где-то она здесь будет, писать это уже не помню, найдется или нет. Это почти галлюциногенное такое ее представление, как они, когда будет мирное время, накрошат пряники, накрошат хлеб, накрошат что-то еще, все это обольют маслом, и будут это есть, 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 и какое-то будет счастье. А дальше удивительно, вот так заканчивается вот это ее видение еды. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем, и пухлые толстые оладьи, боже мой, мы так будем кушать, что самим станет страшно. И вот тут же совершенно потрясающая запись рядом. Мы с Тамарой, которую вы там видели, решили писать книгу о жизни в наше время советских ребят, так, 9-10 классов, о мимолетных увлечениях, о первой любви, о дружбе, вообще написать такую книгу, которую мы хотели бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует. То есть вот это удивительное, то, о чем писал Виктор Франкл, переживший Освенцев или Матхаузен, где он был, я не помню, вот этот философ и врач, о том, что для людей вот в этом состоянии была очень важна сверхзадача. Сверхзадача, что они будут делать. Да, и вот эта 16-летняя девочка пишет о том, что она будет писать книгу. Вот таким образом. Дальше она опять пишет. Как хочется кушать, и не только кушать, но чего-то и еще хочется. Думаю, пишу только о еде. А ведь существует, кроме еды, еще масса разных вещей. Опять. Как хочется кушать, и не только кушать, но и еще чего-то. Сама точно не знаю, чего именно. Хочется чего-то хорошего, веселого. Хочется увидеть блестящую елку. А Юра Рябинкин в своем дневнике одна из последних его записей. Следующее. Я так хочу, я так, я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать. И в то же время он понимает, что он умирает, и что он ни до чего до этого не доживет. Вот что еще. Да, взрослые в своих дневниках. Ирина Зеленская, вот в этой книжке, где три женщины, Великотная, сёстры родные, Вера Великотная, Вера Берхман, Великотная, по-моему, Татьяна, да, и Ирина Зеленская. Я с ужасом смотрю на детей, август 41-го, которые по-прежнему кишат в Ленинграде. Не знаю, сколько их уехало, но на улицах и трамвае детей не стало меньше. И это ужасающее непонимание событий. Позже пишет, в декабре 41-го, на станции умерет истощение маленький зольщик Вася Михайлов, видимо, который золу подносил, или не знаю. Маленький, это значит, что это ребенок, школьник там работал. Он ходил до последнего вечера, и у него была такая, уже нечеловечья, заострившаяся мордочка, как у зверяка. У меня крепко держится все доброе по отношению к людям, которые проявляют хоть каплю мужества и стойкости, в ком жив человеческий дух. Люди умирают буквально на ходу. Вчера еще молодой парень стоял на вахте, сегодня слег, а на другое утро готов. В сарае лежит 5 или 6 скопившихся трупов, и никто как будто их хоронить не собирается. Работать на станции, а это электростанция, некому. Назимов, доктор, заведующий райздравотделом Кировского района. Вот эти записи людей, которые продолжали работать и оценивали это все, это не обыватели, это пишут люди, которые эту ситуацию видят. Они, может быть, особенно страшные, потому что они тоже пишут о реальном положении дел и об этом сопротивлении города, о работе, но они пишут это, не приукрашивая ничего. Люди падают на улице тихо и безропотно, в одиночестве умирают дома, на улицах много отечных, это январь 42-го, еле передвигающиеся, безбелковые отеки, новый термин, элементарная дистрофия, кстати, который было запрещено писать в выписках, у моего деда написано воспаление легких. Приступаю к организации стационаров для дистрофиков. А что делать с детьми? Как сохранить их жизни? Многие матери вселяют чувство материнства, съедают все, что принадлежит им и их детям. Безропотные, беззащитные, они не отстаивают свое право на существование и гибнут. Когда кривая смерти начнет падать, трупы, трупы и трупы, они всюду, на улицах и площадях, в чердаках, подвалах, домах, дворах, около ворот парадных, у вырубленных ям и уборных, везде и всюду. О захоронении в гробах стали забывать. Тряпки просто нагло раздеты, и одни трупы их доставляют в морг или просто выбрасываются на улицу. Тот, кому придется знакомиться с этими записями, особенно не бывшие в этот период в городе, не будут верить всем этим диким фактам, свидетелем которых мы являемся. Вот на этом фоне меня поразила одна запись. запись Владимира Ге, который, кстати, оказался родственником Дани Николая Ге, художника, а он был лектором политоотдела 42-й армии. Его запись существенно отличается, ну, видимо, он был на каком-то немного другом пайке, и отличается от других записей, но там очень много ценных, бесценных, совершенно свидетельств. Одна меня совершенно поразила, потому что он говорит о блокадниках в третьем лице. Это было страшно. Я не знаю и то, что он говорит. Я не знаю ни одного случая открыто выражаемого политического недовольства, возведения на советскую власть вины на обрушившееся несчастье, ропот или возмущение, хотя на самом деле было это в дневниках, и было это, потому что людей за это арестовывали и везли на летельные. А дальше. Обить в их положении им терять нечего было. Люди упорно выбиваясь из последних сил продолжали работать на оборону города. Люди умирали без протеста и, я бы сказал, без страха. Психологически они себя уже подготовили. Я слышала рассуждения некоторых, что их не пугает то, что они умрут через несколько дней, а их гнетет, что они будут брошены на свалку мертвецов, как и тысячи других до них. Вот это отстраненное наблюдение невероятно тяжелое впечатление на меня произвело. Лев Ходорков, главный инженер 5-й ГЭС в январе 42-го записывает. У начальника цеха собрались ИТР, инженерно-технические работники. Даю указание, что делать. В соседней комнате умирает кочегар. Мы не прерываем своих занятий. Буфетчица с лопающимся жиро лицом, а надо сказать, это отмечают все ведущие дневник, что это, конечно, были люди на особом положении. И Лихачев, по-моему, писал о том, что из, это я по памяти, что из вот этого общепита людей не было жертв, хотя тоже, может быть, это и не совсем так. Но, тем не менее, когда мы говорим о том, что люди ходили в театр в 42-м году, надо понимать, что туда ходили те, кто мог добраться. И я очень четко помню тоже запись в одном из блокадных дневников, это даже было напечатано в аргументах и фактах, что я был в театре и в портере и в ложах сидят работники общепита и военные. Все мерзнет. Да, буфетчица с лопающей жиро лицом со смешком говорит, где тут умирающий, пусть перед смертью поест суп. Все мерзнет, надо спасать оборудование. У дома Красной Армии замерзает плохо одетый мальчик лет восьми, рыдает, кричит, мама, мама, никто не обращает внимания. Вот что надо понять, что тоже еще было очень трудно и почему, конечно, блокадники еще мало того, как все это пережили, а с каким-то чувством вины выходили. Конечно, им приходилось проходить мимо и этих детей, и не детей, а может быть, и взрослых, которые, падая, обращались за помощью и очень часто кто-то подходил и останавливался, а кто-то не мог, потому что если бы подошел и наклонился, упал бы и лег бы рядом, а дома, может быть, ждали такие же дети. И вот это переживание, конечно, моральное, оно невероятно сильным было. Так, у вас силы-то есть еще что-то слушать? Или уже я хотела прочитать, вот что Олеся Дамович записывала, что важно, человек несчастен и от того, что сам себя не знает, и потому вдруг враг себе, как в блокаду, или каратель себе, человеку враг, и от того, что каратель, потому что понятно, да, он писал о карателе, да, сожженная деревня, Олеся Дамович, кто-то помнит еще, да, такого замечательного белорусского писателя, с автора блокадной книги? Войну очень пишет о том, что очень много в блокаду и люди о войне и о себе узнали. И вот, что он пишет, кто-то сказал, человек таков, насколько он способен, сколько может услышать о себе, понести правду. Вот, что это важно. Значит, о дневнике Татьяны Великотной и Веры Берхман. Вот что надо сказать. Это две родные сестры. Одна умирает, и вторая, как бы после ее смерти, не имея возможности ее похоронить, но зная, что она умерла, начинает вести дневник, как бы подхватывает эту эстафету. И мысль, да, и сестру хоронят чужие люди. и вот, как бы, интрига части дневника Веры Берхман заключается в том, что она ищет могилу своей сестры и не может найти, и, наконец, находит. И это становится одним из самых важных и самых счастливых дней ее блокадной жизни. Я хотела зачитать несколько фраз из последних, из дневника Татьяны Великотной, которая начинает вести дневник для своего сына, который в армии, которая тяжелейшие подробности быта записывает, но, тем не менее, кроме этого, я нахожусь сейчас, 26 марта, в самых противоречивых чувствах и устала от жизни, сама хочу умереть и в то же время хочу еще видеть Саню, людей. Перед Катей неудобно, соседка, то умираю, то уми чуть лучше. Сегодня я насладилась Гоголем, читала портрет, коляску и Рим, из шкафа достала Саня Блока, пусть возьмет себе. Саше останутся все его классики, что я любовно копила за последние годы. 30 марта. Я вчера читала целый день 14 декабря Мережковского, предварительно разорвав книгу пополам, так как не в состоянии держать в руках такую тяжесть. Сегодня постараюсь кончить, идет срастная неделя, надо больше читать Евангелие. Евдокия Георгиевна уже с этой целью была у меня два раза, может быть она приведет ко мне священника, это будет величайшее счастье для меня исповедоваться и приобщиться святых тайн. и 1 апреля уже другой рукой поставлен крестик. Ее уже не стало. Вера Берхман мучит меня, что я... Это отрывочки, на самом деле, это, конечно, надо читать, я просто какие-то... мучит меня то, что я все съедаю, не спрятать, не разделить, не воздержаться, но все же, не меньше ли я теперь животное? Много плачу, и как только заплакала, так плачу ежедневно. Умом я начала охватывать ужасы, сердцем сострадать где только можно, начала с Божьей помощью преневоливать волю к добру. Зимой 42-го, еще до смерти Тани, я выносила ведро на помойку, и еще одна пришла с ведром, то есть понятно, да, какое она ведро выносила, потому что не продуктовый она мусор выносила на помойку. Еще одна пришла с ведром, кто она была, какая-то квартирантка, не знаю, и она, не помню уж на какие мои слова или просто так сказала, мы не люди теперь, мы не понимаем, кого мы теряем, кого мы хороним и как хороним, а вот когда проснемся, горе с нами будет, как тяжело будет наше пробуждение, как мы ужасно будем плакать об утерянных днях, о наших преступлениях и об этих людях. Вера Берхман, сентябрь 42-го. Слезы моя радость, моя бодрость, они умывают грязь, ржавчину. Февраль 43-го. А вот надо отметить то, что все эти люди, почти все, которые умерли, они до самой смерти, до последнего вздоха своего поднимали и подняли знамя духа над плотью. Июнь 43-го. Благодарю Тебя, Господи, за все, как за благо, как за чудо, как за счастье. Благодарю Тебя за то, что Ты взял их из среды живых от этого тлетворного извращенного мира в небесный Иерусалим. Ну вот, собственно говоря, тут у меня есть еще фрагменты дневника Ольги Бергольц, но я, наверное, думаю, что это уже будет перебор на сегодня. Просто те, кто захочет, я оставлю свой электронный адрес и могу прислать все эти дневники, PDF-файлы. Вот, вы сможете это читать. Вот я вам еще покажу тоже удивительную вещь, когда мы готовили книгу вот эту, я вам ее не показала. Вот эту книгу, первая, это Ольга Запретный дневник, ой, наверное, наверное, кто-то ее видел, да, знает, вот. А сейчас вышел полный дневник, блокадный. Мне из Аргали, где хранится архив Ольги Бергольц, потому что Мария Федоровна Бергольц продала все это в Москву, в Аргали. Значит, они давали какие-то документы, и мы все время переписывались. И они присылают, нет, не присылают, я им рассказывала историю, которую мне рассказал Даниил Гранин, а ему рассказал Макогоненко. И отчасти эта история подтверждена дневником 49-го года самой Ольги Бергольц, когда они были где-то на даче в 49-м году в Карелии, на Карельском перешейке. И, во-первых, когда они туда ехали, все время казалось, что за ними погоня, значит, что НКВД их там преследует. И когда уже на даче они увидели, что вроде бы подъезжает черная машина, и Макогоненко, муж Ольги Бергольц тогда, схватил ее дневники и прибил к задней, ну вот к нижней стороне скамейки садовой гвоздем. И я им это рассказываю. И вдруг, значит, на том конце провода совершенно вопль такой, боже мой, мы наконец-то все поняли. А мы видим, что вот этот дневник, вот он, более того, это буквально вот совпадает, вот то, что здесь описано, совпадает с тем дневником, который в 49-м году опубликован, тоже в эту книжку вошел. И вот вы видите вот здесь, вот, да, вот эту колотую рана. Мы, говорит, не знали, что это за колотая рана. Думали пули, ну, понятно, что это не пули. Думали там, непонятно, что думали. А это вот на самом деле и есть такая вот характерная колотая рана от большого гвоздя, с такого треугольничка. Вот он был, вот таким образом, вот выяснилось. Какие-то удивительные вещи были, когда тоже готовили дневник Бергольц, уже полный. Потому что наш все-таки маленький город и память об блокаде, об блокаде жива. Она там описывает, боковой, он, скажем, учился у Гуковского. А Татьяна Долинина, которая, вот, биолог, которая, вот, мы все знаем по фейсбуку, она, его внучка. А ее мать, Наталья Долинина, дочь Гуковского, она вот на деле Бродского была вот и вела вот эти вот записи. То есть, вот так все пересекается. Вот. И я читаю вдруг, как Бергольц записывает, что поедем на Васильевский, значит, у Гуковского будем забирать, будем забирать там какие-то вещи, ну и перечисляя там книги, там стол, трюмо и перевозить к себе. Да, а у книги есть еще вот, это не как бы комментатор Наталья Громова, историка, тоже замечательная. Она никак эту фразу, я ей звоню, говорю, Наташа, это нельзя так оставлять. Вот люди пишут, что они идут забирать, а как это? Мы вот так вот не комментируем, говорят, я ничего не знаю. И вдруг меня прошибает, что существует Татьяна Долинина. И я ей в фейсбуке в личку пишу, Таня, Таня, что делать? Слушай, вот у меня сейчас тут Бергольц Макогоненко собирает идти к твоему деду Гуковскому и забирать вот то-то и то-то. А где это, что с этим совсем случилось? Значит, и в таких я какие-то непонятных, значит, причувствиях, куда все это подевали. Она говорит, что там? Я ей, значит, причисляю, вот то-сё, пятое, десятое и бюст Ломоносова. Она говорит, не волнуйся, вот этот вот стол, я сейчас за ним сижу, вот этот вот бюст, вот он передо мной сидит, на нем колпак Деда Мороза, так что они все это взяли, они все это сохранили и все это возвращено в семью. То есть, ну вот такие удивительные какие-то вещи бывают, когда готовишь. Это я опять же к чуму. О том, что город маленький и он удивительным образом хранит это блокадное знание, которое по-прежнему пытаются искажать, с ним, в общем, поступают черти как, потому что, например, мы знаем эту историю совершенно удивительную с улицей жизни, которую нам пытались изобразить на улице Ракова, вот этот радиокомитет, значит, улица Ракова итальянская, а здесь улица Пролеткульта малая садовая, значит, как раз то место, где Бергольц пишет, упала, споткнулась, а потом оказалось споткнулся о мертвеца и вдруг слышу свой голос из репродуктора. Значит, это там называют улицей жизни, ставят там, значит, раздачу полевая кухня, да, или последний, 8 сентября, значит, день начала блокады, надо понимать, это день, когда открылся, вот открываясь, 8 сентября, это день отсчета тысячам и тысячам жертв, там, колеблется, пока так и не установили, но все-таки речь идет за миллион, за миллион, кто-то дает цифры, полтора миллиона, ведь не учитывая тех, кого просто вот так, кто умирал по дороге в эвакуацию и просто из теплушек их выбрасывали, по дороге люди умирали, значит, и вот 8 сентября у Соленого городка, значит, сцена, и, значит, какой-то ансамбль пойдет и пляшет бравурно, а потом на Дворцовой площади грузовики, тоже с артистами, и просто там такая песня о Хандрюше нам лежит в печали, значит, это 8 сентября, начало блокады, то есть, и это все организовано властями города, вот такое вот, значит, отмечание даты, так что надо по мере сил этому сопротивляться, надо эту память пытаться, так сказать, сохранять так, чтобы, ну, как-то не было стыдно и чтобы это соответствовало вот тому действительно подвигу, тем страданиям и тому ужасу, которые пережили здесь наши родные, ну вот, собственно, и все, наверное. Спасибо большое. Меня зовут Анна, я приеду к школе семьи Шостаковичей, частной. Мы в школе пытаемся с помощью воспитателей разработать некий алгоритм, в каком возрасте, в каких классах, на какие темы облакаде вообще можно и нужно разговаривать. Вот у вас есть какие-то рекомендации именно касательно возрастов? Вы знаете, например, я видела своими глазами, что об этом говорят уже в старших группах детских садов каким-то образом, да, на каком-то уровне, там, ну, я не знаю, там, показать, там, кусочек хлеба, там, или что-то, наверное, наверное, да. Вот, кстати говоря, у нас замечательным образом этим занимаются, работают, здесь, так можно сказать, с памятью немецкие коллеги, вот, недавно была на седьмой советской, вот это вот, седьмая, да, как это называлось, выставка уже не помню, 900 дней, да, они, там был такой стул и на нем вот лежала вот так вот высыпанная, там, какая-то крупа, значит, вот еще чего-то там, да, и это когда вот это так вот выложено, это вдруг, тут тени тупов, ничего нету, да, но когда тебе вот эти граммчики вот так вот разложены и еще показывают, там, насколько это, да, это вдруг так начинает работать, да, самый сильный проект, который на всех очень сильно произвел впечатление, если кто-то не видел, то суть его в том заключалась, что немецкая художница, она постаралась, вот это, то, что описывают в дневниках люди, что они едят каждый день, там, 5 грамм крупы, там, одну корочку хлеба, она это перевела в предметы, то есть вот прямо один день, вот за это было съедено, там, 5 грамм риса, вот они лежат, 5 грамм риса, следующий день, там, еще какие-то предметы, и когда это предъявляется в виде, вот прям предметов, когда ты понимаешь, что ты сегодня ел на завтрак, да, и что тогда ели за целый день, вот это производит, конечно, намного более сильное впечатление, чем просто список, что такое, 5 грамм там, одна тарелка сухого, там, ой, там еще удивительный был, тоже. Это все отмечали, этот проект, как самый, может быть, сильный в области, вот, такого функционального впечатления. Да, там еще было одно приведено, вы меня сейчас подправите, там, девушка наша, кстати говоря, она рассчитала, ну, условное количество, она среднее брала, да, условное количество жертв в блокаду на дни, на месяцы, дни, минуты и секунды. И получалось, что вот во столько-то секунд умирало, в одну секунду умирало вот столько-то людей. Это тоже невероятно совершенно работает, когда ты понимаешь. Вот такими вот... здесь скорее вопрос Афны связан с... Ну, понятно, что это не совсем просто Наталья Евгеньевна вопрос, она... это... Вот книга, которую вначале, вот, «Дыхание Клио», да, или вот этот дневничок, который отец вел, тут только надо посмотреть, поднимательно, может быть, не все, да, но он же с ребенком это проговаривал, с мальчиком, да, вот, наверное, вот это, такие вещи, наверное, можно в наших классах, мне кажется, использовать. Вы упоминали по поводу смертности, да, причины смерти, которые были запрещены в документах именно про элементарную дистрофию, по поводу вообще данных, что-то можете прокомментировать? Насколько я понимаю, какое-то количество людей, которые были арестованы там в период начавшегося большого террора, они попали в данные тех блокадных книг, где перечисляются жертвы или нет? Абсолютно нет. Если речь идет о жертвах блокады, то это речь идет о людях, которые погибли вот, там, начало блокады, вот, конец блокады. Другое дело, что во время блокады также арестовывали людей, и они, и это надо, безусловно, учитывать, и многие погибли, там, уже там, расстреляны были или погибли в НКВД, в тюрьме НКВД, то эти жертвы, конечно, тоже надо считать, как блокадные, вот это, вот это, конечно, да. А что касается знания, я вам скажу, вот я куски из Бергольца-то вам не стала зачитывать, но, своими словами, смысл-то в том, что она в марте месяце ее отсюда отправляют в Москву, она уже после, тоже выходягой была, ее отправляют в Москву, и она там месяц проводит, и первые ее записи, отчаянные, тут ничего не знают о Ленинграде, о Ленинграде всю правду скрывают, они скрывают всю правду так же, как о Ижовской тюрьме, а она-то в блокаду вошла, вообще-то говоря, если бы у нее не было вот этого опыта тюремного, мы бы не имели Ольгу Шеверну Бергольц, вот ту блокадную Мадонну, это, конечно, очень изменило ее мироощущение, и вот эту фотографию я получила своими руками, когда работала с делом Бергольц, вот у нас на Литейном 4, и вот в этой книжке «Ольга запретный дневник» это дело частично приведено, фильм потом был «Блокады эффект присутствия», там тоже это дело показано, вот, так она пишет о том, что даже люди, она же там общается как бы со СМИ, да, то, что мы сейчас называем, это там писатели, там публицисты, о Ленинграде не знают, запрещают говорить правду о Ленинграде, и она напишет такую фразу, узнаем ли когда-нибудь настоящую правду, неизвестно, так что вот это вот знание долго, и вот с каким отчувствием вышли-то Ленинградцы, вот это самостояние, да, любовь к отечественному, два чувства, дивно близкие нам, в них облетают, сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основана от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его, так вот город, Гиргольц об этом тоже пишет, город после блокады почувствовал свое самостояние, это был не тот город, который входил в блокаду, униженный большим террором, но тут же очень быстро людей стали возвращать, мы знаем дело, мы знаем постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», «Ленинградское дело», так что люди очень быстро постарались вернуть состояние страха и понимание своего места. Мы были Сергея Ярова, если бы я не как-то можно по-настоящему сказать, я о нем говорю. Да-да-да, прошу прощения, я просто сначала, может быть, сначала не слышу. Скажите, пожалуйста, вот из его большой толстой книги, посвященной попытке найти общее в блокадных униках, вывести какую-то единую линию, как вам кажется? Вот у меня просто был опыт знакомства старшеклассника с этим обещанием. И для него это было, скажем так, знакомство... Я получила не тот эффект, который хотела. Совершенно не тот. Как вам кажется, вот с подобного рода научными исследованиями, которые вполне, как сказать, гнила, приемлемы, как научные исследования, знакомства детей даже старшего возраста? Нет, я отвечаю. Нет. Что сделали в блокадной книге Гранина Адамовича? И это было совершенно гениально. Значит, они же там тоже приводят очень много дневников. Я имею в виду, не поцензурное, конечно, издание, не издание там 80-го какого-то с четвертого года, а уже издание вот последнее. И, кстати говоря, оно уже такое не поцензурное вышло, по-моему, в 94-м, первое. Что они делают? Совершенно гениально. Почему блокадную книгу можно и нужно? Потому что они писатели, они поняли, как это трудно и какую вовсе травму можно нанести. И они ко всем этим историям, они подводят, они делают вот такие подводки. И в этом смысле, конечно, блокадная книга может служить учебным пособием. Там Ярова в чистом виде, вообще Сережа Яров потрясающий человек, потрясающий. И мне кажется, что он так рано погиб, я даже в этом уверена, предположим, он не был очень здоровым человеком и так далее. Но вот то, что он так долго и так плотно сидел вот в этих блокадных текстах, и то, что он очень долго не мог из этого вынырнуть, абсолютно, это, конечно, ускорило его смерть. Инна, поясните, пожалуйста, какой эффект вы бы ей получили? Да, плотер я получила. Ну, может быть, если вы поймете, то есть, когда мы говорим о блокаде, мы обычно хотим достигнуть, чтобы у ребенка приобрел чувство приобщенности, понимания, эмоционального восприятия. научное издание, да, оно дает чувство, не чувство, а эмоции наблюдателя, который наблюдает за чем-то происходящим, ну, как бы, вне. То есть, вот чувство приобщенности исчезло. Я, в конце концов, бросила, как бы, однила книжку и начала давать цитаты, потому что нравились цитаты. Ну, хотелось, чтобы человек прочитал цитаты, но не уделял такого большого внимания выводам, потому что, может быть, не так важно о том, что в блокадном городе была особая этика, да, этика, которая нам, может быть, сейчас вот не так понятно, да, то, что можно пройти мимо упавшего, и это, скажем так, оправданно сегодняшней ситуацией. Я иду, и меня дома ждут еще люди. Как важно то, что вот этот ужас в городе творился, и в этом приходилось жить. Мне кажется, Ирина, здесь очень правильно поставила вопрос, да, собственно, когда мы пытаемся передать вот эту блокадную память, а, собственно, память, она существует только, когда есть те, кто помнит, да, когда есть люди, которые вот не знают то, что ты помнишь, а, собственно, что мы хотим передать, да, вот какой, ну, грубо говоря, концентрат, да, вот какую эмоцию, знание, ссорию, я с этого начала, да, вас больше не было, я начала с того, что, прежде всего, надо, наверное, нарыть в себе, где ты соприкасаешься с этой блокадой. Я повторяю, естественно, не буду, что я говорила, там, 15 минут, надо нарыть и только через себя, только когда вы в себе поймете, хотя бы одну ниточку, хотя бы, ну, что-то, 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 и когда вы это раскрутите и поймете, что этого очень много на самом деле, вот тогда вы поймете, что говорить этим детям. Конечно, никакого ярого давать им в руки нельзя, это невозможно, ребенок может тоже свихнуться. И, конечно, читать об ужасах в то же время это притягательно, это в этом есть что-то такое страшное, такое извращенное наслаждение читать страшный ужасик, это мы знаем все прекрасно, сами по своему детству, как эти черные руки из углов на нас ползущие, как это было, да, но, опять же, есть дневники, которые я вот перечисляла, да, Лена Мухина, Юра Рябинкин, этот мальчик, Костик маленький, этот, этот, Боря Капранов, еще есть там, кого я не упомнила, с которыми теоретически можно работать. А вы думаете, что современному ребенку эти дети будут понятны? Ну, то есть, с очень комментариями очень временными, комментариями, это таком, конечно, а что эти дети не влюбляются? Это Лена Мухина, которая пишет все время про мальчиков, которая говорит, как хочется влюбиться, так чем же она будет непонятна этим девочкам? Конечно, будет понятно. А что значит дети? 17 лет, это уже... Мы сейчас говорим 14, 15, 16. Нет, просто там речь шла о старшекласснике, 17, 18, он завтра возьмет автомат. Вот. У нас 18 щелчится, да? Заканчивается. А потом как-то в плане. А через полгода прописывают контракт. В общем, как-то говорить. начинать-то надо уже явно не... Вот, начинать надо, ну, в детском саду, не в детском саду, но в младших классах, на каком-то своем уровне. Потому что, действительно, один рассказ вот об этом репродукторе тюльпане, да, или о каком-то мишке, сохранившемся в семье с блокадных времен, вот как в книжке «Дыхание клео», я о ней говорила, Вера, ой, это самое, Руговой, Любовь береговой. Понимаете, это уже такое вот введение в историю все-таки. Мне кажется, что эти будут проблемы в петербургских школах как раз наоборот. Есть проблема такая, что всегда проходит подощение. А сколько в школе, кстати, этому посвящено всему времени? В некоторых вообще... Мне кажется, что подощение... Потому что, вот если мы возьмем русские учебники в истории, которые посвящен тот целый стенд, вот я взяла три, это те учебники, которые сегодня работают в школе, хотя сейчас введены новые учебники, но они пока еще до школы не совсем дошли. Да, вот в двух учебниках истории нет вообще слова «Клокада Ленинграда». Это учебники 11 класса, когда дети, собственно, подходят к Второй мировой войне. Здесь нет этих слов. А вот в этом учебнике есть... Это какого года учебник? Какого года? Это учебник 2014 года, а это учебник 2013 года. А это учебник, издательство просвещения и издано на 2015 год. Можно я скажу? Да. Вы знаете, я и питаю историю города, и мы, в частности, если нет учебники по истории, то учебники по истории города это второе. Ермолаево. Вот они лежат здесь внизу. Там есть именно облакаде. Вот. И достаточно неплохо все. И мы не называли здесь имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Назвучало. Назвали, да. Я просто выключалась, мне совсем как-то не хорошо. Вот. Там, конечно, страшные картины, но есть и картины, которые можно детям зачитывать. И года два назад я один раз в жизни попробовала, потом уже нельзя тут взорвать. Вот. Вот я... Кстати, говоря, у Лихачева есть поразительное, если мы сейчас вспомнили, есть поразительное свидетельство, которого я нигде, ни у кого не встречала, и даже историки мне не смогли пояснить. Он там пишет, что... Вот я говорила об этой эвакуации, да, что после войны матери вот этих детей, которые, видимо, сгинули, они требовали от властей города ответа. Хотели в суд подавать на отцов города за то, что вот, за ту вот эвакуацию. Вот такая у него фраза, я удивилась, нигде не нашла этому никакого вот пока подтверждения. И, как говорится, мы с ним несколько лет работали, много лет работали в школе, она учитель, служил на учительной России. И, значит, она... То, что вы сказали, что на... училище музей создать, да, мы на Балетном музее тоже уроки проводили достаточно интересные. И она посвящала многие уроки непосредственно музею блокады Ленинграда. Конечно, это уникально, она сделала очень опыт и для нашей школы, и вообще для истории, и для детей, в частности, по блокаду. Здесь действительно есть вот этот зазор, потому что, да, есть вот они лежат тут внизу, в шкафу, учебники по истории культуры Петербурга, и там есть достаточно много материала о блокаде, однако далеко не во всех школах есть этот предмет. Это статисты директора. Я совершенно с вами согласна, но директора у нас разные. Более того, мы все время сталкиваемся с тем, что... И мы, я сейчас почему-то не принесла, даже сделали такой сборник, о нем публиковали результаты исследования петербургских школьников, их знания о блокаде, я вам принесу отдельно его после этого занятия. И у нас получается очень интересный такой эффект. У нас получается, что дети младших классов и пятых-шестых классов они, в общем, про блокаду что-то знают, понимают, благодаря тому, что вот Ирина Валентин из Росмузея Разночины, Петербург ведет занятия, да, на эту тему, благодаря тому, что многие школьные музеи с этой темой работают, они работают вот на уровне эмоций, на уровне, там, какого-то, какой-то эмпатии. Но как только ребенок переступает подростковый возраст, у него интерес к этой теме уходит насовсем. И я думаю, что все, как вот и вы, да, и многие другие в эту тему погружаются, и оказывается, что ты это уже начинаешь воспринимать сознанием, да, и как-то все это анализировать, то становится страшно, и заниматься этим не хочется вообще. И это уходит совсем из поля познавательного интереса. Поэтому я, например, совсем иначе отношусь к книжке «Праденный город», не буду сейчас ее комментировать, но она занимается очень такой, такой манипулятивной позицией, когда мы не можем говорить вроде как с подростками, да, на уровне эмоций, но на уровне фактов им неинтересно говорить, да, и как тут говорить, о чем тут говорить. Дневники, почему мы провели сегодня этот семинар, это такой хороший путь к блокаде именно для подростков, да, вот после 12 лет, наверное, этим можно заниматься, а до 12, вот мне показалось, что это не стоит делать совсем. какие-то другие должны быть форматы. Тут должен взрослый, для начала должен взрослый прочитать, если это в семье, то странно, да, если, например, ребенок будет читать блокадную книгу, а в доме родители не прочитали. Это странно, но здесь есть и другой аспект, это проблема, потому что хорошо, когда вы там блокадную тему соприкасаетесь, изредка к детям выходите, но если вы работаете с этим часто, да, то происходит просто выгорание, невозможно каждый день говорить на эмоции по блокаде. это каждый же день не получается, это же, ну, это же тема, ну, но ты прошел эту тему, и вот она, как бы, ну, кончилась до какого-то момента, когда можно к ней, конечно, это не каждый же день, по-разному бывает, проекты целых, ты на разных уровнях ты к ней возвращаешься, там, пятый класс одно, седьмой другое, десятый, как бы уже третий, да, конечно, если говорить каждый день, но я не представляю, чтобы каждый день там приходилось, как бы, потом есть учителя истории, есть учителя литературы, это учителя истории, можно договариваться между собой, и как-то, ну, было бы желание, одним словом, можно как-то, да, учителя там, вот, история города, да, то есть это можно как-то распределять, договорившись между собой, опять же, было бы желание. Такая идеальная система, которая, конечно, была бы очень здоровой, если она существовала, многих школ, да, можете еще раз, я еще раз скажу, что я не школник, да, вот, но я знаю, что вот в некоторых музеях уже есть такой опыт создания музейных занятий на основе личного текста, где, значит, детей, детям предлагают пройтись по пути дневника, привязывая его к месту в городе, вот здесь покупали хлеб, сюда шли на работу, это такое проектное занятие, исследование, вот этого самого текста, и мне, например, кажется, что вот для старшеклассников, я настолько себе представляю, в старших классах поеханная работа обязательная вещь, ну, в средней школе обязательная вещь, надо делать проекты, никуда не денешься, и очень часто, вот когда я открываю учебники, вижу, предлагаемые там проекты, я не всегда согласна с этими идеями, что-то нарисовать, или что-то сфотографировать, а вот поработать с текстом и превратить его в поэт, почувствовать, прожить жизнь этого ребенка, это было бы очень здорово. Вот опять же, я не знаю, вы живу или нет, Лена Мухина, которая вот здесь жила, она здесь ходит везде, она выходит туда, на Зодчево-Россе, она сидит и в том садике, в Екатериненском, то есть по ней можно просто сделать вот... Да, и это делается, и вот Музей обороны и блокады делал такое занятие, они работали с тем районом, который вокруг музея, и брали дневник, которые относятся к ним. Более того, во многих школах делаются проекты, которые знакомлены с фильмом Сергея Ларенкова, потому что он дошел до Дагогов, и на Окте, в Невском районе, сделаны аналогичные проекты, когда берется та же самая точка зрения, блокадная фотография накладывается на нынешнюю реальность, и это делают именно дети, да, это именно проектная работа, которая превращается затем в такую историю своего района. Это на самом деле вот в дополнение к вашей мысли о том, чтобы искать личные связи, далеко не всегда у нынешних жителей города есть предки, жившие в Левенграде, да, и особенно это касается спальных районов, когда очень много военных там домов, да, вот у нас сейчас, прямо работаем со школой в поселке Славянка, где все дома заселены некоренными петербуржцами, это те, кто покупали квартиры, и там не с чем, вот как бы работать на уровне семейной памяти, то есть есть с чем с темой Второй мировой войны, с темой блокадой. Педагог, который в себе бы чего-то нарыл, да, педагог-то тоже приезжий, и вот здесь работает память места, вот здесь тогда работает та история, которая была на этих местах в годы войны, а здесь в окрестностях нет ни одного места, в котором войны бы не было, да, и тогда можно... Тем более вот эти южные, вот эти, да, и у нас... Ну, да, да, особенно... Может быть еще мысли, комментарии, замечания, пожелания, высказывания. А вот если я опять за слово скажу, ну, по этим фотографиям, несколько лет назад, наверное, да, лет пять назад, наша школа находится территориально, недалеко от театральной площади, и там... Очень бомбили этот район. Да, то, что бомбили, это понятно, там студия документального фильма, и вот я знаю, что наша школа, мы просто потоками шли вот на эти фильмы, и близлежащие школы всем, то есть у нас был какой-то проект охваченный. Потом, то, что мой отец, он сам блокадник, мои бабушка и бабушка погибли, и если наша школа территориально на театральной площади, то рядом улица Союза Печатников, где просто папа даже мне показывал, как... Конечно, он там не видит, он ничего не помнит два года, но ему рассказывали родственники, как трупы просто лежали штабелями. И вот я, когда детей водила туда, своих учеников на экскурсию, я им показывала, что нет двора, тут проезжая часть. Как вообще это было, вы можете себе представить. И еще мы затрагивали такую тему, что когда наступала весна, и трупы начинали уже гнить, то кто первый выходил? Выходили священники. А рядом у нас Никольская церковь. То есть у нас... Ну, я много вообще занимаюсь по этому вопросу. И вот еще к тому, что наша школа из исторической... Из исторической части города, конечно, они более насыщены вот этими темами. А вот, кстати говоря, еще, где я уже не молчаю? Вот туда... Вообще у этой школы есть опыт, да, поскольку... И вот туда можно водить детей. Там же у них, кроме всего прочего, есть... Вот мы использовали это, готовя полный плакат Генниг Бергольц. У них там есть зарисовки, сделанные в режиме онлайн и по какому-то очень свежей памяти художников и профессиональных и непрофессиональных, которые зарисовывали, да, там есть. Вот туда можно водить, потому что у них есть опыт какой-то такой. Ну, да. Спасибо. Есть ли еще какие-то мнения? Потому что нам всем надеются, что когда-нибудь у нас будет в городе музей, опять же, достойный вот этой памяти, пока его нет. Ну, вот, будем надеяться, что когда-нибудь он будет и туда можно будет... Это будет место, где и будут изучать, как вы как-то говорили, блокадный, институт блокада, да, куда будет, где будет суммировано, будет стекаться вот это и блокадное знание, и это будет и в электронном виде дневники собранные. Вот, что-то начинается в этом плане, но пока непонятно, пока возникает какой-то непонятный новый проект с каким-то якобы музеем блокады, тут же рядом музей толерантности, тут же рядом неизвестно что, вот в районе Смольного, вот, да, и это абсолютно непонятная история с непонятными, кто за ней стоит, какие деньги туда и что это будет, но, может быть, все будет и замечательно, но, похоже, вряд ли. А может быть, это кончится тем, что построить нечто, скажут, вот вам музей блокады, и в итоге, действительно, музей блокады и обороны Ленинграда город не увидит еще какое-то большое количество лет. А может быть, никогда. А может быть, никогда. Потому что уйдут те, кто, в общем-то, жил в то время, у них еще память есть, они могли бы, наверное, о чем-то рассказать, там, вспомнить. А молодежь сейчас говорит, зачем? Вот я учитель, еще я учитель истории и культуры Санкт-Петербурга и изобразительного искусства. У нас была, когда последние Олимпиады, вот, и мы пытались провести, как раз война, так вот, дети уже рисовали не немецких солдат, а американских и танки, и все остальное. То есть, они уже не видят и не понимают. Учителя вообще не спрашивают. А кто, откуда эти дети берутся? Невозможно, все звали. нет, Ну, хорошо. Нет, но если... Ребенок из семьи приходит. Ну, хорошо. Семья, ну, да. Ну, в семье, как я сейчас говорю, я бы уже тут и надеюсь, чтобы особо... Нет, просто на учителя действительно, потому что это такой последний опор. Да, последний бастион. Но он не может держать всю оборону. Если дети не отличают американского столбика, что вы там вспомните, откуда они могут это знать. Все показываешь, изображения, которые есть, которые мы сами не знаем. Конечно, оно не принимается, оно отторгается совершенно, и дети, в общем-то, так-то, все это сложно. Очень сложно. Пока вам с вами будут смотреться. У вас нет музея? Телевизор? Нет, у нас нет музея. Потому что музей, у нас еще в школе музеи есть. Ну, конечно, те школы, которые есть в музее, они уже имеют особое такое пространство, в котором хотя бы эти темы поддерживаются не только словом учителя, да, но музеи есть далеко не у всех школ, да, и как раз с этими школами очень много. Да, у нас обычная школа, но в течение очень многих лет у нас полк военный курировал нашу школу, и, конечно, у нас большой музей, и достаточно хорошая история. Ну, вот, вы знаете, я вам скажу, обычные школы, они еще чем-то занимаются. У нас школа английская. Ну, понятно. У нас один английский, который во всех направлениях. У нас уже историю культуры, например, убрали вообще внеурочка. Все. Знаешь, считают, что это не нужно, да, вот придет там, ну, приходит там пять, десять, вот кто еще так более-менее интересуется. А остальная школа остается вообще без знания даже собственного города. Вот как вообще можно? Конечно. Это... Я только еще хочу... Да. У меня совершенно... Да, у меня немножечко в сторону мой вопрос. Я как раз историк, но не историк блокады. И при том, что очень важно с моей точки зрения в школе все это преподносить и в семье, я считаю, что человек в любом возрасте, поскольку он растет внутри себя духовно, должен иметь возможность читать эти источники, поэтому к вам, как к человеку, который причастен очень сильно к этой теме. Вопрос... Два вопроса. Первый. Какими тиражами выходят эти издания? И второй вопрос. Можете ли вы немного рассказать о той издательской программе? Скорее всего, вы к ней причастны в любом случае, если это в нашем городе происходит. Что еще предполагают сдавать из источников на эту тему? Рассказывали. Рассказывали. Вот все эти книги, о которых здесь было сказано, ой, господи, чтобы не взять на себя лишнего. Значит, все началось с той книги «Ольга запретная дневник». Вот моя лично блокадная эпопея вот такая, да, из погружения вот тогда в эту историю. Ольга запретная дневник первый раз вышла в издательстве «Азбука», которая потом развалилась, переродилась, часть коллектива ушла. Да, и Лена Мухина там вышла. На этом блокад, то есть издательство продолжает существовать. Они сейчас переиздали в другой обложке Лену Мухину и в другой обложке, но это же спасибо им, они переиздали блокадную книгу. Больше ни одно петербургское издательство этим не заинтересовалось. Это все делается на деньги издательства делалось. Никто не просил на это никаких грантов. Город ни разу даже не спросил, может быть, вам что-то надо, может быть, вам помочь, может быть, что-то... Город дает деньги писателям издавать, там кое-какие хорошие книги есть, а общий муть зеленая. Затыкают их, чтобы молчали и не вягали. Писателям на их, значит, книжки вот здесь, на Звенигородской все, думаю, выйти из Союза писателей, потому что проектов писателей о войне, просто если кто-то не знает, да? Да, там есть несколько хороших книг, но когда вышел Никулин, Союз писателей, которые России здесь, они организовали травлю этой книги, пока им не заткнули глотки, они продолжали вопить, что Никулин врет в своей книге. Ну ладно, значит, это вот город. У города нет своей программы даже по изданию, вы понимаете? В городе не было два года вообще блокадной книги, вообще. Вы представьте себе, чтобы в нашем городе, когда мы тогда издали вот эту блокадную, знаете, как ее город, город и все, ее просто, ее страна просто сожрала, ее тут же несколько тиражей купили, она стояла в первой полосе, вот так вот продавалась вот лицом, да? Потом, когда издатель с Вазбука сдулась, пришли другие люди, да? Книгу никто не издавал, ее не было. Потом еще одно дополненное издание вышло в Лен-Издате, вот это обложка Лен-Издата, да? Но там тоже начало издательство сдуваться, вот сколько успели издать, столько издали. После этого два года вообще не было блокадной книги, никто не поинтересовался, властям Смольному плевать, есть это блокадная, это одна говорильная только, ее не было, пока вот они не сделали сейчас этот нормальный тираж. Что касается всех этих книг, они все были сделаны на чистом энтузиазме тех людей, которые занимались подготовкой этих изданий. Все. Тиражи, конечно, та же, вот эта вот книга Ленинградцы, 2000, по-моему, был тираж, он был тут же сметен, когда эту книгу хотели представлять на какой-то этот самый, на какой-то там книжный конкурс, искали книгу через интернет, не могли найти, там на озоне что-то завалявшееся, вроде бы что-то достали, не было. Так что потребность в этих текстах огромная, но для этого нужна какая-то городская программа. Город делает какие-то безумные игрищи, квесты, квесты по дороге жизни, да, где квест для детей называется, это же какой, простите, идиот в клиническом смысле этого слова придумал название дорога жизни, дорога будущего. Да если бы эти люди понимали, о чем они вообще говорят, разве они бы это написали, вот на это у Смольного есть деньги, а на то, чтобы сделать, да, и на эти вот эти квесты, где, ну что это, это люди гуляют, потом они сидят, закусывают и выпивают на этой дороге жизни, где столько было жертв, где столько было трагедий, и действительно, это была, которую называли ленинградцы, дорогой смерти, ледовой трассы, дорогой жизни, это потом ее стали называть, понимаете, из этого делают квесты, вот и все, это комитет по туризму и чему-то там еще при Смольном, понимаете, вместо того, чтобы сделать программу по изданию, например, вот этих блокадных дневников. То есть такой программы нет? Ну да, ну что я буду бегать в Смольный, обивать пороги, давайте сделаем. Ну авторы, мы сами покупали книгу Клио, помогали Любовь Борисовне, собирали сколько могли, чтобы она как-то оправдала свои расходы. Нет, естественно. А ей заставить на заметку? Да. Вот она есть в электронной форме, коммуната будет, все могу это присылать, читайте хотя бы в электронном виде. Обязательно, обязательно ждать будем. Хорошо, расследение Клопова занимается рассылкой, можно, если кто не регистрировался, оставить Жене адрес, и мы перешнем все материалы, которые Наталья Геевна сегодня приготовила. Ну что-то я не, тут чего-то нет, я пришлю, Пожалуйста, я всегда это делаю, лишь бы читали, лишь бы знали, и как-то это все. Спасибо.